привет в этом видео мы научимся делать горы сперва давайте внесем несколько дополнений наш проект первое я хочу добавить из обработку изменения обработку событий изменения размера экрана потому что видите вот такой артефакт получается мы меняем размер экрана но у нас babylon об этом не знает ему нужно сообщать что у нас меняется размер экрана и чтобы он перерисовал поэтому мы добавляем обработку события при сайс дальше стрелочную функцию и здесь пишем engine . присоис что у нас получится давайте сохраним теперь я открываю и видите у меня перерисовывается эта операция не дешевая и наверное если на слабых устройствах все время менять размер то будет беда но у нас нормальное устройство и в принципе у нас режим обучения поэтому для нас это нормально следующее изменение которое нам понадобится последующих частях это вынесение создания деревьев в отдельную функцию чуть позже я покажу зачем поэтому все что касается создания наших деревьев мы оборачиваем внутрь функции крик рейтс и эту функцию сразу вызываем то есть у нас точно так же создадутся деревья но просто это уже будет явно через вызов функции поэтому если мы сейчас функцию нашу отключим деревьев не будет если мы начнем вызывать то наши деревья создадутся следующее что хотелось бы показать это такое полезное свойство или включение такого свойства как варфрейм для материала давайте найдем наш материал для земли вот он материал и у него включим свойства варфрейм придадим значение в true и видим что нас исчез исчезла текстура на при этом появился появилась такая линия и что это все верно это отрисовка наших полигонов то есть мы видим нашу сеточку и давайте для того чтобы лучше было видно я выключу деревья и видим что у нас есть наш меш который состоит из четырех вершин и двух полигонов и нам сейчас нужно разобраться с этим для того чтобы мы дальше смогли сделать горы потому что как вы понимаете у нас есть четыре вершины и чтобы сделать горы мы можем манипулировать этими вершинами то есть выставлять позицию по вертикали у вершины либо больше либо меньше и сейчас сделать горы в принципе можно но они будут какие-то странные потому что нас мало точек нам нужно больше точек для того чтобы у земли было больше точек чтобы мы этот мышь могли поделить есть такое свойство sub divisions то есть насколько мы хотели бы поделить наш меш и давайте сперва укажем четверочку то есть мы хотим разделить весь наш меш на четыре части и что это означает вот наш весь меш и видите у нас мышь поделен на 4 под мыши теперь думаю понятно как у нас будет создаваться гора то есть мы будем выбирать какую-то точку и и и поднимать или опускать но в этом видео я не буду оперировать нашим и вершинами а мы будем оперировать карты высот карта высот это обычная текстура пиксели которой описывают как раз положение вершин и при этом разрешение этой карты может быть любым как и любым количество точек на мэше все это делается автоматически и бобилоном не будем углубляться а скорее давайте посмотрим как это сделать и прежде чем мы начнем рисовать нашу карту высот давайте еще кое-что сделаем давайте у нашей нашего гранда то есть нашего мэша выставим опцию из пика был в труб для чего это нужно дальше мы будем с помощью луча выстреливать условно выстреливать в нашу землю и находить вот эту точку точнее бобилон нам будет возвращать пересечение нашего луча с нашей землей в этой точке мы будем понимать что вот эта точка это пересечение с землей и мы будем брать координату по игреку и таким образом наши деревья будут адаптироваться к нашему ландшафту то есть если на горе то дерево высоко будет если нулевой точке до уровень моря там или еще как то то есть это нам нужно для того чтобы мы смогли наши деревья и другие объекты выставлять им позицию соответствующую и еще давайте определим такую переменную как максимальная высота мэп макс кейт у нас это будет 25 но мы совсем скоро поиграемся с этим значением и увидите разницу и теперь я предлагаю немножко адаптировать наш код для деревьев здесь нам нужно совсем немного нам нужно задать создать новый вектор из которого мы будем выпускать луч дальше мы создадим переменную которая будет описывать сам луч то есть что нужно лучу лучу нужна . из которой мы выстреливаем дальше направление в котором будем стрелять но мы будем стрелять вниз и условно длина нашего луча дальше внутри цикла после того как мы определили координату x и z мы записываем их в нашу точку из которой мы выстреливаем дальше мы с помощью метода пик без рай который внутри объекта сцен есть выстреливаем этим лучом при этом этим лучом это рей при этом видите здесь предикат то есть эта функция которая возвращает true если у нас условия верно то есть мы выбираем только те мыши которые мы хотим обрабатывать в данном случае мы хотим обрабатывать только mesh ground и после того как мы выстрелили мы получили результат и в этом результате будет точка пересечения нашего луча с мешем и мы оттуда берем координату y если вдруг пересечения не произойдет то мы возьмем нулевую координату и вот здесь не забудем что нас раньше был нолик сейчас здесь уже наш игрек опять же сохраним посмотрим что ничего у нас не поменялось даже если мы сейчас включим деревья у нас ничего не поменялось почему потому что у нас пока плоская плоская земля и у нас все координаты y они в нуле что ж теперь переходим карте высот эта текстура поэтому вы можете открыть paint или photoshop что вам больше нравится я открываю свою программку и попробуем нарисовать я использую им и давайте сперва зальем все черным цветом я просто верну несколько шагов назад дальше я экспортирую в джипег и давайте посмотрим у меня вот папочка паблик и вот сюда везде то это изображение помещается в паблик назвала его hate map . gpg сейчас у нас пока ничего нету почему потому что мы эту текстуру нигде не используем давайте и начнем использовать я заготовил небольшой код кусочек кода мы сейчас разберемся возьмем нашу землю старый пока я закомментируем я добавлю новый кусочек кода и разберемся что здесь происходит смотрите во первых мы вместо метода create ground используем create ground from hate map то сейчас мы будем уже брать нашу текстуру и из нее генерировать наш меш при этом название мыша мы оставляем ground дальше вот мы прописываем как раз путь до нашей карты высот по свойствам мы должны задать точно также ширину и высоту оставляем как есть subdivision я пока сделал 16 вместо 4 и мы еще поиграемся с этим значением дальше я говорю что у меня минимальная высота то есть условно самая низшая точка в моем мэше это 0 а вот самая высшая точка она должна принять значение map max hate нас сейчас 25 ну давайте пока пятерочку выставим нет давайте десяточку чтобы было больше заметно и кроме этого нам нужно определить функцию которая вызовется после того как мы же будет создан почему потому что если мы просто вызовем эту функцию пойдем дальше текстура у нас загружается синхронно соответственно наш меш еще не будет готов и если мы сразу начнем создавать деревья то наша вот эта функция которая выстреливает лучом она просто не найдет этот меш но точнее она найдет этот меш вот эта точка пересечения она будет не определена потому что земля наша еще до конца не готова поэтому мы здесь убираем в конце создания деревьев и перемещаем эту функцию в он ряде сохраним посмотрим что у нас получилось итак на первый взгляд у нас ничего не поменялось и все верно на самом деле ничего не поменялось почему потому что наша текстура она же черная как раз давайте посмотрим в чем сила текстур давайте возьму сейчас карандаш выделю возьму белый цвет поставлю размер единичка и просто нарисую вот такую штуку дальше я это все дело сохраняю смотрим что теперь получилось видите у нас сзади наши деревья начали идти вверх то есть вот сейчас если будем смотреть и еще надо давать в airframe я выключу так будет нагляднее и можем еще выключить деревья хотя деревья наверное нам покажут что да вот видите у нас вот так начал наш машете то есть видим что теперь наш мэш он все-таки адаптируется под нашу текстуру почему так происходит потому что карта высот говорит что если у нас пиксель супер черный то есть максимально черный то это будет низшая точка ближе к белому и самый белый цвет будет соответствовать максимальной точке на нашем мэше минимальные максимальные высоты у нас как раз и задаются с помощью вот этих настроек в нашем случае минимальная точка сама черная будет 0 иметь координату а максимальная будет иметь 10 поэтому я и предложил вам выставить вот здесь разные значения как раз для того чтобы видеть что мы можем делать горы причем можем делать в принципе насколько нам хватит фантазии можем 100 метров указать но если мы метро словно переводим тогда у нас будут вот такие вот горы прям я предлагаю для нашей демонстрации поменьше сделать и также еще видим что если мы опять перейдем в режим wireframe и сабдивижен у нас сейчас 16 то есть у нас 16 этих маленьких квадратиков видим что наши горы но в принципе возможно вам хватает такого деления но можно еще поделить на большее количество и тогда у нас более гладкие условно будут переходы и теперь можем сделать что-нибудь близкой к реальности я просто выставлю кисть и попробую кистью поиграться но здесь уже как говорится каждый художник насколько он может я вот тут делаю что-нибудь типа такого опять же сохранил и посмотрим что у нас получилось да вот у нас гора вот у нас гора и для меня это слишком большие горы я поставлю все таки в 25 также удалю старый код с грандом и выключу wireframe потому что надеюсь вы уже понимаете что такое сабдивижен вот получились такие горы таким образом можно сделать как угодно и еще что хотелось бы показать это зачем вот нужен нужен вот этот код с лучом который куда-то выстреливает как раз для того что во первых мы меняем максимальную высоту и видим что наши деревья они соответствуют высоте точки то есть вот если у нас есть как дерево попробуем максимально приблизиться ну вот какое-то дерево есть видите это дерево находится как раз сверху данной вершины или данного участка на мэше и еще есть небольшой странный код на первый взгляд вот здесь где мы когда определяем точку из которой мы хотим выстрелить мы прибавляем какое-то небольшое значение почему так потому что наш лучи должен все-таки находиться чуть сверху наивысшей точки нашего мэша то есть наш мэш имеет максимальную высоту вот здесь и мы просто говорим что чуть чуть выше должно быть наш луч находиться длина луча должна быть чуть больше чем вот это максимальное расстояние между . из которой мы выстреливаем и самой низшей точкой поэтому здесь вот небольшие магические значения но надеюсь теперь стало понятно для чего это чтобы просто наш луч смог пересечь наш мэш земли так еще где-то наш персонаж бегает давайте перезагрузим и посмотрим что действительно он бегает и сейчас можете попробовать зная про карту высот что и зная как у нас работает луч можете попробовать сделать адаптацию адаптировать код передвижения чтобы у нас координата y у персонажа совпадала с высотой земли где он сейчас находится ну и мы также скорее всего рассмотрим это в будущих уроках где подробнее проговорим про лучи а на этом все с вами был александр сосновский и до скорого пока пока